Вот так звучит рёв настоящей гоночной машины. Светит солнце, мороз, крутые виражи, спортивный азарт. Вот и таких условиях проходят сегодня любительские гонки. Чтобы не упасть снег лицом, участникам приходится показать сегодня настоящую удаль. Поворот за поворотом, уверенно держа руль, маневрируют водители по извилистым дорогам трассы. Сегодня ставшим на время гоночным автомобилем на специально подготовленной дороге непросто. Нужно показать лучший результат. Во время езды лидируешь ты или проигрываешь, сориентироваться невозможно. На трассе никто не обгоняет, никто не выбивается в лидеры. А всё потому, что по правилам гонки за лучшее время машины борются по очереди. Организатор такого мероприятия – автошкола «Орлан», уже давно ставшая сетевым клубом для подготовки автомобилистов. Соревнования прошли в минувшее воскресенье в городе Фрязино и собрали 28 участников и, конечно же, восторженных зрителей. Несмотря на мороз, чудесная погода, классно, солнце, ярко. Даже сама бы хотела поучаствовать, но я боюсь. Да, здесь очень хорошее соперничество. Мне кажется, поборются очень хорошо за главный приз. Это хорошо, это интересно, это полезно. Собрали зрителей, опять же, показали людям, как ездить, для чего нужны. Иногда машины пригождаются. То есть, на самом деле, по моему мнению, мероприятия очень полезно и нужно, и желательно, чтобы они почаще проводились у нас. Первый круг прогревочный, как старт для полёта. Автомобиль пробует, разгоняется и вперёд. Следующие два круга и определяют зачётное время. На спортивной трассе всё предусмотрено. На безопасность трасса проверена, людей за ограничения не допускают. Участие принимают все желающие. Достаточно лишь иметь права и собственный автомобиль. А здесь, кстати, автомобили собраны на любой вкус. Кто и на копейки приедет, кто и на чём помощнее. Организаторы уверяют, что такие соревнования и направлены в первую очередь на то, чтобы в очередной раз показать, что машины надо уметь управлять даже в критической ситуации, особенно зимой. А здесь, на автодроме клуба, хорошая тренировка. Мы на курсах по правилам дорожного движения, подготовке водителя, рассказываем о возможных типичных ошибках, обычных сложных ситуациях на дороге, которые зимой возникают. Ну а в качестве совершенствования навыков, ну не знаю, один из вариантов – это вот такие соревнования. По крайней мере, это не дороги общего пользования. Здесь безопасно, здесь огорожено, здесь все требования соблюдаются. Можно как раз попробовать управлять автомобилем в экстремальных ситуациях. Мы ездили вместе, да, пора приучать ребёнка к соревнованиям автомобильным, чтобы он понимал, что главное всё-таки ездить в специализированных местах, а не дорогах, как многие гоняют. И, соответственно, показали неплохое время сегодня. И тебе понравилось? Да. Гонщики знают, что в слагаемые успеха, как правило, входит не только крепкий и надёжный автомобиль, многое зависит и от самого водителя, и от госпожи удачи. Победа и поражение – это всего лишь банальный результат. А вот практика и опыт – ценные навыки, которые и извлекают участники. И вообще весело, видите, все позитивные, на улице мороз, солнце, день прекрасный. Первый раз приехали из города Пушкино, ну, довольны, будем готовиться. Привезли с собой, конечно, резину, но не ту. Трасса хорошая, молодцы, спасибо большое. Иногда гонки нужны вовсе не для того, чтобы победить соперника. Большинство готово вступать в бой снова и снова, крутить гайки, учиться и тренироваться ради одного. Ощутить себя настоящим, живым человеком, способным справиться с трудностями гонки и преодолеть себя. Марина Познякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».